Доброе утро, уважаемые трейдеры! Доброе утро, уважаемые трейдеры! Считаю, что информацию мы, как и планировалось, поделились и, соответственно, будем искать хорошие возможности для заработка, перспективные идеи и сделки вместе с совместными усилиями. Рад тому, что круг трейдерского сообщества маркетса неуклонно расширяется. Большое всем вам спасибо, друзья! Ну что ж, давайте теперь о событиях прошлой недели. Стоит мне только, скажем, отлучиться по определенным причинам. На рынке происходят супер-крутые движения. Прошлые четверг и пятница не стали исключением. Платильность, которую вы сами видели по многим активам, была на порядок выше средних значений. В целом это было свойственно буквально для всего рынка. И форекс для всего рынка фондовых активов и производных финансовых инструментов. Ну и отдельно мы уже можем говорить о наличии еще одного сегмента финансовых площадок. Это крипторынк. Большинство инструментов тоже демонстрируют сейчас феноменальные результаты по движению. Мы, кстати, сегодня про биткоин поговорим. Я считаю, что нужно сейчас делать это, потому что мы на пороге, возможно, начала новой эры для всего рынка криптоиндустрии. Потому что вот-вот запустят фьючерсные торги на Чикагской бирже. Последние новости позволяют рассчитывать на то, что не только Чикагская биржа будет давать возможности открывать доступ к биткоину. Есть еще и надежда, что такими, скажем, возможностями похвастается и NASDAQ. Но здесь еще информация не подтверждена. Что касается, опять же, Чикагской биржи, то есть уже конкретная дата. Если ничего не изменится, то, скорее всего, 18 декабря эти торги уже будут проводиться. Ну, к этому мы еще вернемся. Давайте, друзья, начнем, как и всегда, с рынка нефти. В частности, на прошлой неделе под закрытие мы видели, как актив добрался до прежнего, многолетнего, максимум 64.31. Но все равно не переписал вот этот экстремум, который был зафиксирован несколько недель назад. Котировки отступили, сейчас мы их видим на отметке 63.34, хотя за последние минуты ситуация могла немного измениться. В центре внимания, безусловно, было венское заседание стран ОПЕК. Я думаю, что вы уже в курсе, что фактическое решение, как и предполагалось, как и ожидалось, представители ОПЕК Ближнего Восточного Картеля, приняли решение продлить действие пакта до конца 2018 года. Каких-либо новых изменений, либо изменений в редакции текущего соглашения не последовало. Хотя оптимисты искренне надеялись на то, что в виде темпы наращивания производства в Штатах, может быть, отдельные регионы будут лоббировать идею целесообразности еще большего ограничения добычи. Но в итоге никаких изменений более не произошло. Как и раньше, основной параметр сделки – это снижение производства на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Это тот параметр, который выдержан и в новой редакции. Соглашение продлили, но была сделана ремарка о том, что если рынок удастся реблансировать быстрее, чем планируется, я бы в это особо не верил, то участники этого энергетического пакта, возможно, досрочно выйдут в соглашение. Но я думаю, друзья, что до конца 2018 года это явно не случится. Более того, я считаю, что анализируя ситуацию с ростом нефтедобычи в США, мы будем работать даже с неочередными заседаниями ОПЕК, которые могут произойти. Следующая важная дата – это уже июньский сезон, летний сезон 2018 года, не скоро еще. Но если Соединенные Штаты Америки будут использовать все преимущества крайне высоких цен на нефть, продолжать их использовать, наращивать объемы добычи, увеличивать число нефтяных терминалов, я думаю, что нужно будет принимать какие-то дополнительные усилия, решения и действия теми регионами, которые сейчас являются, скажем, столбами вот этой сделки энергетического пакта. Я считаю, друзья, то, что после ОПЕК мы можем полностью уже фокусироваться на тех статистических данных, которые идут по штатам. И прошлая неделя еще раз нам показала то, что мы все правильно делаем, видя серьезную угрозу и проблему для балансировки рынка в именно активности американских станций производителей. В частности, согласно отчету прошлой недели, по данным Администрации энергетической информации, производство нефти снова выросло на 15 тысяч баррелей в сутки до общего показателя в 9,7. Напоминаю, что на этот месяц, на заключительный декабрь 2017 года, по плану американских производителей поднять добычу еще на 80 тысяч. Соответственно, добавляем небольшие корректировки в этот отчетный показатель, получается, что есть шансы выскочить даже на 9,8 миллионов баррелей в сутки. Вы представляете, как это близко к вот этой заветной планке в 10 миллионов баррелей. Не забывайте про прогнозы Международного энергетического агентства, не забывайте про определенные, не совсем оптимистичные для ОПЕК, но все же реальные взгляды участников энергетического пакта о том, что штаты реально претендуют на то, чтобы потеснить сейчас основных производителей, Россию и Саудовскую Аравию, и побороться за главное, первое место под солнцем, будучи ведущим производителей углеводородов. 10 миллионов баррелей в сутки откроют для них в связи с этим безграничные возможности, позволят им действительно оказаться на липе по объемам добычи. Поэтому, разбирая статистику, данные Baker Hughes, количество нефтяных терминалов прошлой недели, снова указал на то, что число платформ растет. Вот в этот раз у нас плюс 2 единицы, 747, можно сказать, мы подобрались уже в плотной планке в 750, 749 единиц, если быть совсем точным. Количество терминалов растет, значит, есть у нас предпосылки ставить на сохранение и продолжение демонстрации высоких показателей активности американскими сланцевыми камень. Вот почему, друзья, я снова напоминаю вам, насколько могут быть перспективными и интересными короткие позиции по нефти. Ну, честно, не могу я сейчас обозначить какой-то позитив для рынка, собственно, черного золота, потому что считаю, что его как такового нет. Раз так, нам нужно, соответственно, дождаться, когда все большее количество трейдеров поверят в Штаты как главного деструктивного, скажем, региона для всей медицианки, и больше объемов окажется в продаже, и эти объемы толкнут котировки ниже. Напоминаю, старая добрая цель – 60 долларов за баррель. Планируем добраться до этого рубежа уже в рамках текущего месяца. Рубль 58.93 не отстает, недалеко, собственно, отошла пара от сопротивления 60 рублей за один американский доллар. Ситуация, вы уверены, не изменится. Трейдеры, которые сейчас спекулируют рублем, ждут, когда сработает вот этот спусковой механизм, когда котировки нефти вниз. Соответственно, это и будет сигналом наращивания снова длинных позиций. Цель 62-63 – это, возможно, до конца этого года мы и не сможем достигнуть этого показателя, но закрепиться выше 60, я уверен, сможем. Соответственно, расчеты и прогнозы остаются неизменными. Доллары, японская иена. Друзья, здесь целая куча отчетов. Я думаю, что хронологические торговые сессии четверга и пятницу можно разделить на статистику, которая бодрила трейдеров, которая способствовала покупкам доллара. В частности, мы добрались до хая на прошлой неделе по доллару, японской иене, практически на отметке 113 иен против доллара. Они способствовали и стимулировали, активизировали спрос и открытие лонгов по этой валютной паре. Данные по личным доходам, которые вырастили на 0,4% против прогноза 0,3%. Личные расходы тоже на высоком значении, заявки на пособие по безработице 238 240. И вы понимаете, что такой показатель заявок на пособие по безработице, это не только тот отчет, который снова указывает на сохранение прогресса сектора, но и готовит нас к очень сильным данным по Non-Farm Perls, которые уже не за горами. Фактически совсем скоро на этой неделе мы с вами будем разбирать статистику по количеству новых рабочих мест из хозяйственного сектора, динамику по росту зарплаты и уровню безработицы. Поэтому и на этой неделе нам будет чем поторговать, но нужно, чтобы доллар использовал снова эту поддержку, для того чтобы статистическую поддержку, чтобы упрощить свои позиции и наконец-таки заложить основу для последовательного постепенного движения в район 115 иен против американца. Друзья, вы можете считать то, что это слишком, скажем, избыточная с моей стороны уверенность в том, что американец будет гораздо дороже, собственно, текущих значений, но я ничего не могу с этим поделать. Я вижу для этого условия, я понимаю, на чем может базироваться рост, и поэтому каждый день, когда у меня есть возможность актуализировать новостной фон, я стараюсь найти дополнительный повод, который тоже является еще одним фактором, стимулом, ну, по крайней мере, рассмотреть возможность действительно сохранения длинных позиций и рассчитывать на то, что доллар против иены доберется до более высоких ценовых значений. В четверг настроения были обречены тем, что трейдеры настраивались на то, что голосование по налоговой реформе уже в Сенате пройдет. А в четверг, однако, как вы помните, было принято решение голосования отложить, поскольку среди представителей республиканцев Сенатского комитета есть еще определенные разногласия по этому проекту. И до тех пор, пока их не удастся нивелировать, погасить, конечно же, нет смысла проведения голосования. Это изначально то, что будет настраивать на какой-то неоднозначности выводах, и вряд ли у налоговой реформы при таком диссонансе, опять же, мнениях, есть возможности получить все-таки зеленый свет в реализации. Поэтому, друзья, мы вроде бы как стали активно расти на статистике, но потом вот это сообщение, оно свело весь рост доллара на нет, и мы вынуждены были скорректироваться. В пятницу мы снова было подхватили резонанс сильных отчетов четверга, начали растить, достигли снова планки 112,6 по паре доллара японская и иена, однако вот под закрытие торговой сессии сообщение о том, что бывший советник по национальной безопасности Трампа Майкл Клин готов дать показания против Трампа в ходе проведения расследования спецпрокурора Миллера о том, что Трамп давал ему поручение наладить отношения с Россией во время проведения, собственно, предвыборной кампании. Эта ситуация еще требует определенного новостного сопровождения, но вы видели то, что основа продолжающейся поиски российского следа в американской президентской кампании, кампании Трампа, она не оставляет трейдеров равнодушными, и это полезная тема для тех, кто спекулирует американским фондовым рынком, тех, кто спекулирует долларом, поскольку любые проявления геополитической нестабильности и риски, которые относятся к высшему эшелону, опять же, политической элиты США, они тут же приводят к снижению доходности американских долговых облигаций. Мы стоило только добрались до планки в 2,4%, как тут же, когда эти новости стали активно обсуждаться на рынке, вынуждены были снова обвалиться, и доллар, разумеется, первый, кто реагирует на снижение доходности американских облигаций. Хорошо, что под конец торговой сессии американец все-таки смог восстановиться с практически недельных долг. Сейчас мы видим котировки по паре доллар-японская иена 112,73, и чтобы не повторяться, лишь еще раз отмечу, друзья, то, что в предстоящей торговой сессии у нас будет еще очень много отчетов, и я надеюсь, что рынок уже оправился от этих политических потрясений и будет больше подвержен желанию сфокусироваться на статистике, чего стоит только нон-фарм-пэрос, который мы ожидаем в эту пятницу. В прошлый раз, собственно, американские данные по рынку труда смогли простимулировать рост доллара. Надеюсь, что в этот раз мы тоже получим должную реакцию, которая приведет к закреплению пары доллар-японская иена выше отметки 113,50, а там останется рукой уже подать до декабрьского заседания ФРС, в ходе которого, друзья, мы с вами настраиваемся на еще один этап и шаг по ужесточению политики, который может привести к еще большему ускорению доллара. Ну и не оставляя все-таки надежды конца этого года, и, наверное, как и все из вас, то также ставят на рост доллара. Дождаться конкретики по поводу налоговой реформы и все-таки услышать о том, что эта реформа будет реализована. Ну, пусть не в кратчайше, по крайней мере, в 2018 году, но никак не в 2019, как обсуждались такие риски еще несколько недель назад. Доллар-канадис, друзья, на этой неделе в центре внимания, потому что мы будем разбирать решения по ставке в эту среду. В пятницу прошлой неделе обернулась для пары доллар-канадис серьезными распродажами, фактически потери превысили больше 150 пунктов, можно сказать, даже около двух фигур. С отметки 1.29 пара свалилась к поддержке 1.27, произошло это на, скажем, сочетании двух фундаментов. Ну, во-первых, вот эти разговоры о готовности Флина дать показания против Трампа, это то, что обвалило, собственно, доллар. Ну, еще и статистика канадского происхождения, которая не могла не привести к росту этого актива, потому что данные очень хорошие, в частности, по ВВП, в квартальном выражении 1.7% с 1.6, изменение числа занятых 70, можно сказать, даже 80 тысяч, против прошлого в 10 тысяч, статистика улучшилась в 8 раз, и что обязательно стоит отметить, так это то, что уровень безработицы снизился до 5-9%, это минимальное значение с 2008 года. Если бы Банк Канады в последний раз, в ходе последних комментариев Каролины Вилкинса и Полоза, не дал нам понять, что ставки меняться не будут в ближайшее время, я бы решил, что это статистика, на которой может операться еще одно решение по ужесточению политики и росту процентных ставок. Но мы уже знаем то, что Банк Канады теперь предпочтет выдержать паузу, возможно, даже до конца 1 квартала 2018 года, поэтому никаких решений в эту среду я не жду, а, напротив, настраиваюсь на то, что риторика основа будет больше соответствовать сохранению выжидательной позиции и желанию подождать, посмотреть, каким последствиям все-таки привели последние два раунда по разгону косочных процентных оставок. Как это можно использовать, друзья? Такой фундамент – это, по идее, фактор слабости для национальной валюты, для канадца. Но если доллар к этому моменту не сможет отстоять свои, собственно, лидерские качества и не сможет дать понятие рынку, то, что готов расти в преддверии Non-Farm Perils, к сожалению, мы не сможем выжать этот позитив из этого фундамента. Но я все равно не теряю надежды, поэтому, как и раньше, советую вам рассматривать пару юридикатов с точки зрения покупок, потому что в целом системная картина, она не изменилась. То, что доллар провалился в пятницу, это было лишь локальным волнением на тот новостной фонд, который появился под закрытие недели. И сейчас рынок постепенно отходит от него. А значит, можно фокусироваться на прежние взгляды по монетарной политике и верить, что пару юридикатов доберется до отметки 1.37. Фунт против доллара. Наша цель, друзья, выполнена. Я очень рад этому. Надеюсь, что вы пофиксили результаты длинных позиций. Кто-то, может быть, вышел так же, как и я, к примеру, на уровне 1.34. Может быть, кто-то из вас даже поддержал позиции. Молодцы, потому что локальный хай был еще выше 1.35, по сути, 48. Если сохраняете позиции даже сейчас, могу лишь поддержать вас, потому что вы правильно делаете на то, если это основание. Это явный прогресс в переговороческом процессе по Брэйзиту, потому что есть уже непонимание достигнутых договоренностей. Но не то чтобы договоренности, которые не требуют дополнительного обсуждения, но это уже хоть что-то, потому что раньше ситуация явно зашла в тупик, и никто, ни Евросоюз, ни ТРЗМ, которая, собственно, занимает постпремьер-министра Англии, не делали ничего, что могло бы управлять на ситуацию. Сейчас у нас уже есть подтверждение того, что достигнут прогресс по вопросу границы с Ирландией, и есть явное подтверждение того, что Англия теперь не противится исполнить довольно внушительные фискальные и налоговые обязательства перед Евросоюзом на сумму в 100 миллиардов евро. Соответственно, если не появится новых вводных, на этом позитиве мы еще какое-то время, безусловно, порастем. Рейтерс на прошлой неделе также дало понять, что с учетом улучшения позитивного и политического фона, может быть, Банка Англии будет более агрессивным в плане решений по росту процентных ставок. Я напоминаю то, что председатель Банка Англии Карни давал понять, что настраивается на 2-3 повышения ставки до конца 2020 года. А сейчас, друзья, у нас есть уже ожидание, что следующее решение по росту процентных ставок может быть принято уже в четвертом квартале 2018 года, хотя думаю, что ситуация может и смениться на более ранние сроки. Индекс деловой активности в производственном секторе 58,2 с 56,6. На этой неделе у нас сфера услуг еще более внушительный индикатор состояния британской экономики. Если нам удастся получить статистическую поддержку там, тогда будем расти и дальше. Но лично я советую сейчас для тех, кто покинул этот трейд, более не находится в длинных позициях, воздержаться от трейдинга, потому что влатильность будет возрастать. Я считаю, что мы уже получили хороший профит под закрытием 2017 года по фунту. Можно оставить этот дуэт активов позади. Но все-таки, поскольку многие из вас торгуют этим инструментом, я, конечно же, как и всегда, каждый день буду освещать наиболее интересные и важные новости по этому активу тоже. Евро против доллара. Данные по индексу по трипетских цен разочаровали. Я считаю, что это никакой не сюрприз, неожиданность для рынка, потому что мы изначально настраивались на низкие значения потребительской активности, которые напрямую связаны с показателем инфляции. 1,5% против прогноза 1,6% — это годовое значение индекса потребительских цен. Базовая инфляция еще хуже — 0,9% против прогноза роста до 1,1%. Учитывая то, что мягкая экономическая политика, фактические важности сохранения продолжений подтверждаются слабыми данными по инфляции, я не сомневаюсь в том, что евро будет вынужденно все-таки снижаться. И интенсивность вот этой коррекции будет зависеть от того, насколько быстро доллар, собственно, выберется снова в данке и начнет активно набирать прежние позиции. Австралийцы против доллара на этой неделе тоже в центре внимания, поскольку у нас заседание Резервного банка Австралии. Это уже завтра, друзья. Если вы торгуете австралийцем, то завтра, уверен, мы сможем дождаться достижения нашей цели по австралийцу. Отметки 0,75%, потому что я снова настраиваюсь на то, что ставку не изменят. Однако в ходе сопроводительных заявлений, которые будут сделаны после этого, конечно же, придется коснуться темы важности удержания ставок низкими из-за низких значений инфляции, из-за крайне низких показателей производительности труда, производственной активности в экономике. Сейчас австралийцы еще поджимают со стороны слабых данных по Китаю и снижение одного из основных экспортных ресурсов для Австралии – это железной руды. Но больший акцент я, конечно же, делаю на мягкую экономическую политику. По этой причине австралийцы должны оставаться в арсенале коротких позиций, то есть в вашем портфеле как сделка по продаже, так же, как и по Новозеландцу. По Новозеландцу котировки сейчас 0,68,62, здесь цель 0,68. То есть, возможно, по новозеландскому доллару нам удастся добраться до профита раньше. Дальше. Хотел я остановиться на биткоине сегодня, друзья, но снова мы немного выбились за регламент. Давайте тогда о биткоине поговорим первым делом завтра, сразу же после нефтянки. Это будет справедливо и правильно. Уверен в том, что в целом новостной фон по рынку криптоактивов не изменится. Для тех, кто интересуется этим рынком, еще один повод завтра подключиться в прямой эфир через перископ и присоединиться к нашей трансляции. И, собственно, послушать, какие взгляды и идеи могут доминировать на этом секторе инструментов дальше. Уверен в том, что для покупателей будет своего рода байзам на душу, хотя не думаю, что кто-то, учитывая текущую динамику, вовсе продает какой-то из инструментов крипторынка. В общем, о биткоине, эфире и прочих активах мы поговорим завтра, друзья. Из важных событий сегодня выделить особо нечего, но не расстраивайтесь, потому что понедельник у нас обычно день спокойный. Мы начинаем работать с важными отчетами позже, поэтому завтра сразу же сфокусируемся на решении Резервного банка Астралии по процентной ставке на азиатской сессии. И на брифинге, безусловно, разбираем также то, что случится с австралийцем, хотя я уже дал понять, насколько высокие шансы дождаться завтра слабого австралийца, нежели дорогого. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.